позволяет избежать вот этих вот косых трещин что надо знать про кирпич что делать если у вас бетонная стена значит особенность данного жилого комплекса что мы сделали несколько слов про стяжку это сделано для того чтобы всем привет мы приехали в жилой комплекс донской олимп здесь мы выполняем ремонт новостройки под ключ по дизайн-проекту это однокомнатная квартира площадью 65 квадратных метров и в этом видео мы покажем как должна выглядеть черновая электрика и сантехника а также из чего возводить перегородки а также какую штукатурку использовать сейчас мы с вами быстро пройдемся по планировке я вставлю несколько визуализаций чтобы вы понимали какой ремонт получится в итоге значит коридор он у нас состоит из двух помещений то есть это вот первая часть и вот здесь вот вторая здесь все будет в мебели для того чтобы спрятать эти коммуникации дальше из коридора мы с вами попадаем такую небольшую кухню-гостиную здесь у нас будет стоять мебель телевизионная зона и здесь вот у нас выстроенная специальная стенка для того чтобы спрятать угловую кухню коммуникации также уже все готовы сейчас ставим несколько визуализации увидите как это будет то здесь вот будет диван обеденный стол санузел здесь у нас с вами расположится ванна майдадыр соответственно зеркала система инсталляции и здесь вот будет стиральная машина и все это у нас закроется мебелью дальше у нас жилая комната вот вы можете видеть что стены все уже штукатурены кроме вот этих вот двух значит здесь будет дополнительная шумоизоляция поэтому под нее стены штукатурить не нужно то есть уже проведена электрика все подготовлено под монтаж шумоизоляция еще какой плюс этой квартиры это здесь две просторные достаточно большие гардеробные то есть много вещей можно упаковать то есть это вот первое есть вот шкафы будут вот по левую сторону и впереди также здесь вот 2 гардеробная тоже слева и спереди будут стоять мебель для того чтобы спрятать все вещи вот такая вот планировка это 65 квадратных метров также у нас еще балкон здесь пока тоже черновая отделка готова вот так это выглядит так а теперь по перегородкам все перегородки на наших объектах мы возводим из газобетонного блока толщиной 10 сантиметров монтажный клей канавов перфликс каждые три ряда у нас идет армирующая сетка вот вы можете видеть каждые три ряда раз два три и армирующая сетка для грунтования этот газобетонный блок мы используем специальную грунтовку миттель грунт вот она видите такого желтого цвета она концентрированная разводится один к трем и наносится на газобетон это позволяет не впитывать блоку влагу из штукатурки и штукатурка естественным образом высыхает и не растрескивается дополнительно чтобы стены не отрезкались мы используем сетку которую наносим на все газобетонные блоки которые мы возводим а также блоки от застройщика то есть где монолитные участки стен сетку мы не используем только на сопряжение а так все стены которые мы возводим из газобетона мы по всей площади укладываем сетку также перемычки у нас это два уголка 40 на 40 перед этим их грунтуем эмалью pf-115 для того чтобы они не ржавели и такая перемычка позволяет избежать вот этих вот косых трещин которые иногда появляются при некачественном монтаже перегородок штукатурку нас наносится механизированным способом штукатурим только по маякам никаких под правила никаких под шпателем и так далее только по маякам все всегда идеально ровно и после того как штукатурка закончена приезжает наш технозор и проверяет каждый угол каждую поверхность каждую плоскость на наличие каких-то отклонений все очень строго штукатурки мы относимся максимально серьезно потому что эта база это основа хорошего качественного дорогого ремонта поэтому к штукатурке нужно относиться более чем внимательно вот смотрите у нас часть стен да то есть в основном в большинстве жилых комплексов межквартирные перегородки делаются из газобетона данном случае это кирпич что надо знать про кирпич он очень сильно впитывает влагу да и то есть вот эта стена и это она кирпичная то есть это не газобетон значит грунтовать 3-4 раза с интервалом в 4 часа для того чтобы кирпич не впитывал влагу из штукатурки это очень сильно впитывающий материал что делать если у вас бетонная стена ответ прост для этого есть специальный грунт он называется бетоноконтакт именно производители старатели то есть он позволяет подготовить поверхность на которую можно уже наносить штукатурку и можно быть уверенным что она не отвалится в данном случае мы бетоноконтакт не наносили потому что здесь будет шумоизоляция а нанесли обычную акриловую грунтовку что поверхность не полила бетоноконтакт у нас был нанесен вот на эти участки то есть у нас вот здесь вот сопряжение до 50 сантиметров и 50 сантиметров наклеена сетка чтобы здесь они появлялись трещины соответственно вот на эту полосу мы наносили бетоноконтакт вы можете видеть здесь по розовому цвету какая фасадная сетка ячейка 5 на 5 вот она наносится на все стены кроме монолитных это позволяет избежать появления дополнительных трещин при усадке дома и всяких различных деформациях также вот на углы мы оставим штукатурный уголок для того чтобы формировать ровные и прямые углы после того как мы возвели перегородки и закончили механизированную штукатурку мы приступили к электрике значит электрический щиток у нас находится в коридоре и будет спрятан шкафу то есть вот от этого угла вот до сюда будет шкаф и все это будет закрыто и не видно значит электрический щит у нас на 54 модуля вся электрика у нас разведена по потолку в серый пвх гофре толщиной 20 миллиметров вот мы старались максимально это красиво сделать кабеля много здесь был разработан электрический проект и вот по нему мы вели всем электромонтажные работы значит особенность данного жилого комплекса у них все кабеля должны быть в гофре даже те которые идут по стенам если посмотрите наши там предыдущие видео которые у нас есть по черновому ремонту у нас гофра по потолку а вот уже когда гофра уходит стену там мы пускаем обычные кабеля в данном случае управляющая компания которая находится в этом жилом комплексе она требует чтобы все провода были в гофре и поэтому надо делать более широкие штробы на больше гофры уходит и так далее целесообразность этого не готов сказать насколько это лучше вот но выполняем требования управляющей компании и поэтому электромонтаж в этой квартире он немножко отличается от того что мы делаем обычно но по нашим видео наши подписчики знают как мы делаем и как вот сделано здесь увидит разницу так как в этой квартире заказчик захотел чтобы все было по фэн-шую мы заменили систему отопления вот внутри квартиры поставили коллекторный шкаф на отопление производитель стал вот у нас всего лишь здесь два потребителя два прибора отопления и что было интересно радиаторы приезжали через три месяца после того как они нам были нужны да нам нужно было заливать стяжку двигаться по работам что мы сделали соответственно установили коллекторный шкаф поставили коллектора проложили трубы по полу на у нас отопление идет по полу плюс дополнительно сделали шума нет проложили трубы сделали штробы вывели их до оставили там запасом на полтора два метра и после того как уже была залита стяжка уже сделана была вся электрика приехали наши радиаторы вот и установили радиаторы и подключили их к трубам отопления поэтому если у вас радиаторы приезжают позже прокидывайте трубы делайте запас по метражу по выходам и монтаж их осуществляете потом вот как здесь сделано поставлены мультифлексы и выводы будут истины не из пола как это обычно бывает да а истины покрытия не надо будет подрезать и так вот это все будет красиво смотреться радиаторы заказные очень стильные такие вот трубчатые мне очень нравится несколько слов про стяжку значит здесь была подсыпка из керамзита потому что толщина была большая чтобы сэкономить пескобетона насыпали керамзит проливали молочком сетка полтора на два метра это как в картах до полтора на два метра толщина прута 6 миллиметров между собой мы и связывали пластиковыми хомутами после чего заливали стяжку по маякам маяки обязательно вытаскиваются обязательно добавляются пластификатор обязательно нужна фибра также хочу заметить что помимо шумонет который вот вы можете видеть торчит еще не подрезан вот в этом месте у нас еще есть демпферная лента это сделано для того чтобы компенсировать деформацию стяжки и чтобы она не трескалась после чего мы неделю проливаем водой стяжку и накрываем ее пленкой то есть пролили пленкой закрыли и вот так вот в течение пяти-семи дней это позволяет избежать трещин и стяжка смотрится одной монолитной конструкции ну конечно же мы не делаем демпферные швы разрезаем помещение но в целом вот это вот одна большая площадь без каких-либо трещин без каких-либо повреждений так теперь водоснабжение значит у нас два стояка тот который находится в ванне фильтра тонкой очистки ханнивелл пожалуйста для горячей воды для холодной коллектора холодная вода горячая то есть это производитель фар обязательно оригинал труба у нас рихау штабель упакована она вот в такой вот утеплитель у фильтров тонкой очистки сделаны специальные смывные трубки ну для того чтобы можно было взять и промыть фильтр и смыть всю грязь который там накопилось также стоит система защиты от протечек нептун вот ее система управления датчики мы потом разложим уже по помещению когда плитка будет готова и также здесь у нас есть проточный водонагреватель коспол он хорошо себя зарекомендовал так что рекомендуем нашим заказчикам что еще вот вы можете у себя дома посмотреть какого цвета у вас канализация также вот в наших видео практически везде она серого цвета а здесь вот белого это специальная канализация она имеет более качественную шумоизоляцию а функционал тот же самый но так как уже от застройщика сделана канализация белого цвета ну соответственно здесь уже решили тоже продолжать белого она чуть дороже чем обычная но тем не менее что все как бы гармонировалось также вот система инсталляции гиберит и вот по левую сторону будет гигиенический душ для удобства также я уже говорил что здесь будет стиральная машина майдадыр здесь будет у нас находиться ванна так это у нас первый стояк что у нас здесь также фильтра тонкой очистки ханивэл сделаны сливные трубки в канализацию для того чтобы их промывать также стоит система защиты от протечек аналогичная как и с предыдущим стояком и вот стоит система управления также труба штабиль от производителя рехао коллектора у нас также афаровские модель италии все обязательно оригинальная потому что принципиальная разница есть между оригиналом и подделкой вот соответственно проложили воду под мойку то есть холодная горячая вода а это под посудомоечную машину также здесь это слив под раковину это слив под подсудомойку вот так должен выглядеть черновой этап работ у вас квартире все ваши вопросы оставляйте пожалуйста в комментариях я обязательно на них отвечу огромное спасибо что пишите комментарии ставите лайки также подписывайтесь на наш канал дальше будет интересней спасибо что нас смотрите всем пока а а Субтитры создавал DimaTorzok